Привет, друзья! Это новый выпуск нашего шоу B-Sides на канале Hot Culture. Напомню, что B-Sides — это наша версия новостей культуры. Раз в неделю мы делаем такой выпуск, чтобы немного вам рассказать, как бы о том, что нам кажется интересным, как бы B-Sides — это сторона B, то есть оборотная сторона винилового сингла. Именно поэтому мы записываем наши выпуски в магазине «Washing Machine» на Босковом переулке. У них вот такой классный логотип, ссылка на ребят есть в описании. Спасибо им большое за то, что они нас пускают сюда каждую неделю. Ну что, начнем? Начнем мы вот с какой истории. Это новость, которая нам лично очень нравится. Дело в том, что этот уникальный бронебойный культурный канал Hot Culture получил премию «Культура онлайн». Обещают дать статуэтку. Я эту статуэтку, когда ее нам дадут, покажу в кадре. А пока просто мы принимаем поздравления. «Культура онлайн» — ежегодная премия, которая проводится в России. Мы в номинации «Лучшая СММ-компания» разделили победу вместе с блогом об искусстве, культуре и развитии Анастасией Коноваловой. Также в номинации был ТикТок российской национальной библиотеки «PictorialArt.ru» и шестая всемирная фольклориада в ТикТок. Как мы обошли всех этих достойнейших конкурентов, я не знаю. Это суперприятно. Спасибо большое жюри, которая за нас проголосовала. Всего было подано около 450 заявок на эту премию, 7 номинаций. «Лучшая коллаборация» — это фильм «Слепок» с Дианой Вишневой, который сняли в пространстве музея Мни Пушкина. «Лучшее IT-решение для культурной сферы» — это американский проект, который называется «Art Museum». Это, кстати, арт как AR Museum. Кстати, крутая штука. Это приложение с помощью дополненной реальности позволяет произведения из музеев перенести к вам домой. Ну, не знаю, я не пробовал, но вот по описанию очень здорово. То есть вы сидите в гостиной, раз, чух, какая-нибудь интересная штука у вас появилась на стене. «Лучший просветительский проект» — это проект «Моя Тречьяковка» — виртуальная галерея с оцифрованными произведениями из собрания музея. И «Диджитал-трансформация из оффлайна в онлайн» — проект «Онлайн 20th Assetesh» — World Congress on Theater for Children. Ну, просто надо перевести название, и будет понятно, о чем проект. «Культурная геймификация» — мобильный художественный театр. Это работа Михаила Зыгаря, как вы знаете, в Петербурге тоже есть, и в Москве МХТ. Приложение скачайте. Это аудиоспектакли, можно ходить по городу и слушать специально записанные пьесы для этих прогулок. И лучший онлайн-проект — это марафон юношеских оркестров мира. Спасибо большое «Культуре онлайн», и спасибо вам, что вы нас смотрите, и, я надеюсь, тоже когда-нибудь за нас где-нибудь проголосуете. А мы продолжаем. Итак, правительство Российской Федерации будет поддерживать рублем учреждения культуры, которые теряют доход из-за пандемии. Более двух миллиардов рублей направят театрам, музеям, концертным, выставочным залам, чтобы они могли сохранить свои коллективы и продолжать профессиональную деятельность. Я напомню, что в прошлом году Большой театр и Государственный Эрмитаж заявили о том, что потеряли половину своего дохода от того, что происходит в стране из-за ограничений, которые у нас есть. И, конечно, очень многие культурные институции, то есть страдают все, а очень многие просто в тяжелейшей ситуации. Слава богу, что правительство обратило на это внимание. Еще одна радостная новость, на этот раз про Бритни Спирс. Бритни Спирс, наконец-то, суд ее освободил от опеки отца спустя 13 лет. Вообще, эта история всплыла совершенно недавно. Мы все помним, что в 2008 году у Бритни Спирс был нервный срыв, ее признали тогда недееспособной, но после этого Бритни вернулась к концертной деятельности, продолжила записывать альбомы и путешествовать в концертные туры. Так вот, выяснилось этим летом, что она это делала под нажимом отца. Она совершенно не хотела этим заниматься, вообще было не до этого. Отец вместе с командой юристов и пиарщиков финансово был заинтересован в продолжении выступлений Бритни Спирс, и сама она получала всего 2000 долларов в неделю на карманные расходы. Кроме того, ее максимально старался отец изолировать от общества, и она даже адвоката, собственно, не могла нанять, чтобы как-то выйти из этой ситуации, и на телевидении пыталась передать записку о помощи. Этим летом стало про все известно, и даже было организовано движение такое «Free Бритни» — это хэштег. И вот сначала суд в сентябре предварительно принял решение о том, что она освобождена от опеки отца, а сейчас Бритни снова стала самостоятельной, и мы ее с этим поздравляем. Даже был большой флешмоб в Соединенных Штатах Америки. Я, честно говоря, никогда не был фанатом музыки, которую делает Бритни Спирс, но относиться к ней без уважения просто невозможно. Она действительно талантливый человек и эпоха для очень большого количества людей, которые выросли в конце 90-х, начале 2000-х. И с точки зрения профессионализма к ней, конечно, тоже вопросов нет, так что Бритни поздравляем. На прошлой неделе мы вам рассказывали про выставку «Незримый эфир». Помните, в пространстве биржи выставка NFT-искусство, которую открыли в Государственном Эрмитаже в виртуальном пространстве биржи. Новость просто шикарная пришла на прошлой неделе. Пытались украсть экспонат оттуда. Как можно попытаться украсть экспонат из цифровой выставки, которая не имеет физического воплощения, в общем, не очень понятно. Даже в голову такое прийти не может. Но кто-то из посетителей реально пытался умыкнуть. Экспонат, сокуратор выставки Дмитрий Озерков признался, что в интернете инцидент вызвал большой отклик и привлек много посетителей на выставку. Судя по всему, это какой-то баг в системе. То есть просто случайно так получилось у человека. Но факт остается фактом. Это могло бы быть первой кражей с виртуальной выставки цифрового искусства. Но не случилось. Кражу предотвратили. Хотел вам рассказать еще о том, что на выставке «Покой и радость», которая проходит в центральном выставочном зале «Манеж», можно не только увидеть шедевры живописи, но и послушать специально написанную 60-минутную фортепианную сииту композитора Антона Батагова. Он ее специально для этого сделал. Сам Антон говорит, что в самом факте звучания музыки в выставочных залах нет ничего нового, но в данном случае идея заключалась в создании оригинальной музыки, которая станет неотъемлемым и равноправным компонентом именно этой выставки и сочинением, которое можно слушать отдельно на концерте или в записи. Это повод еще один сходить на «Покой и радость» в «Манеж». Я в прошлой программе говорил, что «Манеж» – одна из центральных выставочных площадок России. И вот очередное тому подтверждение. Немножко анонсов еще. В кинотеатре «Аврора» 18 ноября стартует неделя кино в Финляндии, 32-я. Покажут биографические картины от Туви Янсен у «Балвария Алта», это финский архитектор, и художницы Хелене Шервбек. Комедия об импортере картофеля финской нас ждет. «Импортер картофеля в Финляндию в 18 веке». Я, честно говоря, даже не представляю себе, насколько веселым может быть этот фильм, но наверняка он заставит нас засмеяться. Ну, в любом случае, надо идти. Восьмой фестиваль кино Швейцарии проходит в Петербурге с 15 ноября. Мероприятия идут до 12 декабря на шести городских площадках. Есть выставка, посвященная столетию Фредриха Дюремата. Есть театрализованные лекции историка Юлии Каминской, лекции и показы фильмов, посвященные швейцарским общественным, политическим и культурным деятелям. Обширная программа. Надо обратить внимание. Важнейшая, как мне кажется, новость. Без шуток важнейшая. Там в деталях могут быть вопросы, но инициатива, по-моему, классная. Второе и последующее высшее образование в области искусства можно будет получить бесплатно, начиная со следующего года. Это можно будет сделать в десяти вузах нашей страны. Большинство из них, правда, в Москве, два только в Петербурге. Это Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и консерватория имени Римского-Корского. В Москве это ГИТИС, ВГИК, театральный институт Щукина, высшее театральное училище Щепкина, школы-студия МХАТ, и Российская академия музыки Гнесиных, и Московская консерватория, а еще литературный институт Горького. А выучиться можно будет по специальностям режиссура театра, кино и телевидения, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура визуальных искусств, а также литературное творчество и композиция. Почему я говорю, что в деталях могут быть вопросы? Потому что очевидно, что кто-то будет недоволен таким выбором специальностей. Кому-то может показаться, что надо что-то еще. Но я думаю, что это очень хорошая инициатива, всячески ее поддерживаю, потому что если бесплатно можно будет получать второе высшее и последующее образование в сфере искусства, а так, кстати говоря, было в Советском Союзе, режиссерское образование всегда было бесплатным, если оно второе. Я думаю, что это должно помочь индустрии, должно помочь культурным институциям. Новая кровь наверняка в них вольется, потому что многие из нас, став экономистами, юристами, менеджерами или специалистами международниками, после того, как получают это высшее образование, понимают, что, наверное, надо было учиться чему-то другому. Вот такой шанс есть. И хорошая новость 2. ЕГЭ сдавать не придется. Просто творческий конкурс и собеседование. Так что следите за тем, куда можно будет отправиться, и прочитайте подробности в описании. Так, космизм в русском искусстве. В Государственном русском музее 17 ноября в корпусе Бенуа открывается выставка «Космизм в русском искусстве». 150 произведений, живописи и графики из собраний российских музеев частных коллекций, которые так или иначе отражают идеи космизма. До 10 марта. Это Казимир Малевич, Василий Кандинский, Михаил Матюшин и другие художники в корпусе Бенуа. Netflix. Давно мы что-то про Netflix не разговаривали. Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал, что уже начал разрабатывать сюжет второго сезона и собирается даже полнометражный фильм снимать. Я, честно говоря, «Игру в кальмара» пропустил, но, учитывая, что это самый популярный сериал в истории Netflix, явно надо снимать вторую серию. Тем временем, мы помните, мы рассказывали, что российский регулятор, Роскомнадзор, размышляет о том, что неплохо было бы взять под контроль все онлайн-площадки и запретить там обнаженку и мат. Так вот, на прошлой неделе онлайн-кинотеатр «Мегогоу» стал фигурантом истории. Штраф до одного миллиона рублей может быть им выписан за то, что в картине «Никто не знает про секс», они не вовремя запикивали мат. Вернее, как? Они поставили маркировку «16 плюс», потому что прокатное удостоверение фильма «Никто не знает про секс» — это 16 плюс. Так в кинотеатрах он шел. Но оказалось, что нужно было поставить 18 плюс. И вот из-за этого теперь возникли вопросы. Соответственно, «Иви», «Кинопоиск» и многие другие онлайн-кинотеатры тоже окажутся в результате в этой же ситуации, потому что с маркировками там проблема. И еще одна новость пришла оттуда же, от Роскомнадзора. Есть предложение запретить показ на онлайн-платформах и размещение там картин, где демонстрируются девиантные сексуальные отношения. Понятно, что сделано это для того, чтобы оградить детей от пропаганды такого рода отношений. И здесь возникает сразу несколько вопросов, какие сексуальные отношения нужно признавать девиантными. Например, должны ли мы считать, что девиантные сексуальные отношения пропагандируются в фильме, ну, я не знаю, «Криминальное чтиво», например. Или, судя по всему, нельзя показывать фильмы «Рокетмен» про Элтона Джона. Или «Богемскую рапсодию» нельзя будет тоже показывать. В общем, тут возникает целый комплекс непоняток. Что с этим делать и вообще зачем это нужно запрещать. Лично мне кажется, что от этих запрещений ничего хорошего не будет, потому что ведь если что-то запрещают, то это просто появляется в другом месте. И как я всегда говорю в таких случаях, дети и подростки, если уж хотят найти какую-нибудь информацию, то они точно ее найдут в интернете. Им для этого совершенно необязательно заходить на «Иви», «Кинопоиск», «Мега Гоу», «Нетфликс» или другие онлайн-платформы. Просто образуется еще одна волна каких-нибудь торрентов, с которыми так все успешно или неуспешно, но пытаются бороться, чтобы перевести весь контент в легальное поле. Думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. И как я уже и говорил, думаю, что это не проблема платформ онлайн, что дети смотрят картины 18+, на них, а проблема родителей, которые не придумали, как детей можно от этого оградить. Вот моя позиция по этому вопросу. Вообще интересная история с онлайн-кинотеатрами, потому что Министерство культуры на той неделе сказала, что оно не планирует выдавать прокатные удостоверения картинам, которые выходят на онлайн-кинотеатрах. Как контролируется прокат в нашей стране? Как за ним следит Министерство культуры? Оно выдает прокатные удостоверения тому или иному фильму. Тогда фильм появляется в кино. Так вот, специалисты Министерства культуры сказали, что это для онлайн-платформы они не планируют делать, потому что это не их юрисдикция. И здесь вообще непонятно теперь, как онлайн-кинотеатры контролируются, то ли это должно контролировать Минцифры, которые следят за цифровыми сервисами нашей страны, то ли Министерство культуры, то ли вообще никто не должен контролировать. Собственно, куда идти, к кому бежать, непонятно. Следим за развитием событий. Синопсис такой. Кстати, Надя стоит перед зеркалом в ванной. Вскоре она выйдет к гостям, потом пойдет на улицу и погибнет. Раз, прямая склейка, и она снова стоит у этого зеркала. И жизнь ее все время начинается именно с этого момента. Некоторые подумают, что это день сурка. Ну, не думаю, что это день сурка. Думаю, что это неплохая возможность задуматься о том, что мы в жизни делаем и так. Посмотрите сериал «Жизнь матрешки». И вот короткий, но радостный тизер. Да сколько же можно, черт возьми? А ты мне расскажешь, что происходит? Я умираю и возвращаюсь в тот же день. Это больно? Да. Ты же в норме. Еще одна новость про релизы. Дэйв Генн выпустил на прошлой неделе новую пластинку вместе с группой Soul Savers. Если помните, они уже делали один релиз. Он назывался Angels and Deadness. Мне кажется, в 2015 году. На этой пластинке Дэйв Генн перепевает песни Нила Янга, Пиджей Харви, Элвиса Пресли, Боба Дилана. В общем, разные супер-хиты. Как сказал сам Дэйв Генн, а он такой красавчик теперь, я должен обратить внимание, вот фотография, что 20 лет назад он не мог так спеть эти песни, как он сделал сейчас. Обещают целую серию живых выступлений в Великобритании. А может быть, Дэйв Генн и Soul Savers приедут в Петербург? Потому что, по-моему, чаще, чем Дэпиш Мод, ни одна иностранная группа в Петербурге не гастролировала. Хотя нет, можно говорить о том, что Кен Хенсли тоже очень часто бывал в нашем городе. Ну или даже Deep Purple. Кен Хенсли — это Юрай Хип. Вот, кстати, посмотрите фотографию, которую сделал наш главный технический человек, оператор-постановщик «Ход культур» Кирилл Горецкий, тот самый человек из компании «Видео Репаблик». Вот он снимает Кена Хенсли в один из его приездов. Кен Хенсли был очень крутой чувак. Ну, он, как вы знаете, отошел уже в мир иной. Впрочем, ждем Дэйва Гена и Soul Savers. Уверен, что они соберут огромную аудиторию в Петербурге, как только закончатся ограничения. Да, кстати, если вы помните, пару минут назад я вам рассказал про сериал, который называется «Жизнь матрешки», про день сурка, своеобразный в Нью-Йорке. Я сказал о том, что вышел второй сезон. Слава богу, здесь в «Washing Machine» оказался руководитель лейбла «Rainy Day» с Женей Петрушанскими за камерами. И он мне сообщил, что я только что произнес дезинформацию. Сериал второй сезон еще не вышел, его только снимают. Спасибо тебе, Женя. Ну, а теперь мы перейдем к альбому, который стоит за моей спиной. Это «Bisides», как вы помните, именно потому что в «Bisides» мы всегда рассказываем об одной из важных пластинок. И это альбом Питера Гебриэла. Он называется «So» Питер Гебриэл. Это пятая студийная пластинка Питера Гебриэла и самый успешный его альбом сольный. Почему я об этом рассказываю? Потому что на прошлой неделе был Фил Коллинз, как вы помните. И Фил Коллинз после Питера Гебриэла начал солировать, в смысле петь в группе «Дженесис». И Питер Гебриэл занялся сольной карьерой. Пластинка вот именно эта записана в 1986 году, и на ней есть, например, хит «Следж Хаммер». Клип на эту песню оказался самым ротируемым клипом в истории MTV. Но не только поэтому я рассказываю вам об этой пластинке, а еще и потому, что у нашего новостного шоу есть еще один скрытый герой. Это Женя, который совладелец «Уошинг-машин». Так вот, выяснилось, что Женя в свои 10 лет смотрел клипы Питера Гебриэла. Это был первый клип, который он видел в своей жизни. Вот фотография Женя в бордовой комнате, 10-летний, смотрит на телек, подключенный к ВХС видеомагнитофону, и там показывают клип Питера Гебриэла. Это первая кассета, которая появилась у них в доме. Честно говоря, обычно кассеты, которые появлялись в доме, там было два фильма, ну, каких-нибудь со Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне, а потом были добивочки. И это обычно были не клипы. Вернее, это были клипы, но те клипы, которые детям точно смотреть нельзя. Но в Жениной жизни все было иначе. Папа принес кассету с клипами Питера Гебриэла, и этот мальчик, 10-летний, в бордовой комнате, смотрел именно эту музыку. А потом открыл классный магазин пластинок. Спасибо большое за это, «Уошинг-машин». Слушайте альбом Питера Гебриэла «Соу» на этой неделе. И, конечно, подписывайтесь на наш YouTube-канал, и обязательно на наш Telegram-канал, он называется «Ход культур», там в еженедельном формате мы вам рассказываем о новостях культуры и искусства. Спасибо, что были с нами, и до встречи.